Материться вы умеете по-русски? Эээ... Кругаться? Я... Можно? Слушай, давайте мне спокойно. Я выходим отдыхать. Привет, собственно, этими словами, сказанными в 2018 году, Йозеф Яндыч охарактеризовал свою работу в Металлурге. Еще не прошло недели после начала чемпионата, а уже случилась первая отставка. Молодцы. Но главное событие состоялось в пятницу днем. Совет директоров КХЛ решил узаконить нарушение закона. Все то, что делала Лига в последние годы для улучшения ситуации, оказалось перечеркнуто. Речь о том, что все-таки решили легализовать позорный институт скрытой аренды, отпрыгнув в сторону с пути к цивилизованному чемпионату. И аргументы какие. Дескать, если нельзя бардак победить, то его нужно возглавить. Это слова Дмитрия Чернышенко, и он открыто признает, что в КХЛ бардак. При этом руководитель ведь не вчера пришел в Лигу и не смог справиться. А разрешите сразу и договорники, например, каждый клуб может сдать от 5 до 10 матчей за сезон. Допинг, легализуйте, наркотики. И только не говорите, что это другое, сравнивать нельзя. Еще как можно. На самом деле, всю эту скрытую аренду можно легко запретить, а потом только разбираться в каких-нибудь вопиющих случаях. Достаточно ограничить клубом количество хоккеистов, которых можно держать на контракте. Точнее, даже иметь права на них. Публиковать эти сведения, постоянно обновляя, и на всякий случай в базе указывать не только ампула хоккеиста, но и к какому клубу он имеет отношение. Я прекрасно понимаю, что наши хитрые управленцы, умеющие в основном транжирить деньги, что-то придумают, но им будет гораздо трудней. Аренда игроков ставит крест на развитие КХЛ, на потолке зарплат, на появление профессиональных менеджеров в командах. Все это приведет к еще более серьезным последствиям. Одумайтесь, пока решение не принято окончательно. КХЛ должна развиваться, а не скатываться в пропасть. Весь вчерашний вечер, а также целое утро, я ждал, что кроме Яндыча уволят и вице-президента по хоккейным операциям «Металлурга». Но этого не случилось. Яндыч было причем с самого начала. Его назначение всегда вызывало удивление, так как на клубном уровне он не блистал, а на заграничном рынке были гораздо более сильные специалисты. Но было принято самое глупое решение, и мы точно знаем, кто именно является его автором. Это Величкин говорил, что за Яндычем следили, и он полностью уверен в своем выборе. А Йозеф за все это время совершенно не развивался. В «Металлурге» никогда при нем не было хорошей игры, а неплохие матчи в прошлом сезоне исключительно заслуга хоккеистов, которые знали друг друга и не хотели позориться. Но этим летом была проведена абсолютно бессмысленная скупка игроков, в ней не было никакой логики, а Геннадий Величкин просто тратил деньги, забывая о главном принципе – надо создавать команду, а не просто тратиться. Теперь в «Металлург» вернулся Илья Воробьев, но главная проблема клуба осталась при своей должности. В нынешней ситуации смена тренерского штаба – это все равно что поменять эмблему, в надежде на то, что игра поменяется. И последнее. КХЛ накажет «Кун Лунь» за организацию первых двух домашних матчей. Напомним, там не работали калитки, был плохой звук или его вообще не было, был отвратительный лед, пришло 800 зрителей. А не надо штрафовать, вы лучше это легализуйте. Если не можете справиться с бардаком, то я смотрю, вы уже поняли, что надо делать. До свидания. Не было, не было. Ну, нравится тебе в Инстаграме? Пишут уже, что ты проиграл там или что-то плохо? Ну, конечно. Серьезно? Ну, ты же пишешь мне вот гадости всякие.